МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии сегодня Юлия Юкова, участковая и полномоченная отдела полиции номер один МВД Российской Федерации по городу Владивосток. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Конечно, для начала, я думаю, нас всех интересует такой вопрос. Почему такая красивая, хрупкая девушка выбрала такую сложную профессию? Ну, вы знаете, изначально я работала в органах дознания, как бы это, можно сказать, участковая, это вторая моя уже профессия. Ну, в участковые я пошла, потому что эта работа мне как-то стала ближе по душе. То есть я не смогла сидеть в кабинете, мне понадобилась активная такая работа. И это, наверное, связано еще больше с тем, что мне непосредственно нужен контакт с людьми, как бы общаться, непосредственно вникать в проблемы людей. Мне это интересно, меня это интересует. И, наверное, из-за этого я и пошла в участковые. То есть вы, наверное, с детства мечтали в такой сфере работать? Да. А мечтали только о профессии полицейского, или же какие-то другие сферы тоже вас интересовали, в которых можно помогать людям, я имею в виду? Ну, вообще-то я поступала в театральный. Правда? Да. А потом совершенно разные профессии. Да, да. Ну, и вот второй выбор пал на юриспруденцию. И пошла. В общем, на юриспруденцию. Сколько лет вы уже занимаетесь этим нелегким делом? Десять лет, уже одиннадцатый год. То есть достаточно долго уже. Ну, да. Серьезный опыт. Юля, расскажите, какими качествами должен обладать человек, который выбирает такую серьезную профессию? Ну, знаете, наверное, нужно иметь какую-то определенную и жесткость в этой профессии. Это безусловно, да? Потому что мы же работаем с разным контингентом. Не только у нас все хорошие, порядочные граждане. Непосредственно человечность надо. И доброта, она тоже должна присутствовать своего рода. Понимаете? Потому что мы же вникаем в проблемы граждан. Должно все равно быть какое-то сочувствие. Ну, и самое главное, это человек, который, я считаю, работает участковым, он должен быть юридически грамотным, чтобы мог оказать квалифицированную помощь обращавшимся к нему. То есть чтобы люди могли понимать тоже, о чем говорит участковый. Не только юридически грамотным языком, но этот язык, чтобы можно было и перевести на обычный, чтобы люди, как говорится, знаете, простонародие. Простонародный такой язык, чтобы человек понимал, о чем ты говоришь человеку. Вот. И, естественно, вникать в проблемы граждан, помогать. Независимо от того, кто обращается, потерпевший, подозреваемый. То есть должно быть равноправие и справедливое отношение, в принципе, ко всем категориям лиц. То есть желание помочь, оно, безусловно, должно совмещаться не только со стержнем внутренним, но и с такой серьезной любовью к людям. Конечно, конечно, без этого никак. Иначе, ну, не будет, нет такого желания и нет, естественно, интереса. Понимаете? Интереса нет, а человек должен быть заинтересован. И ты в своей профессии должен быть заинтересован, чтобы жилось гражданам хорошо на твоем административном участке, ну и вообще. Как проходит ваш рабочий день? Рабочий день у нас, в принципе, ненормированный, считается, но с 9 утра до 21 часа мы работаем. Достаточно. Достаточно думалки, трудоемки. Но ведь бывает наверняка и такое, когда приходится и ночью, да? Конечно, да. Ситуации бывают разные, бывают разные происшествия, бывают и тяжкие, и особо тяжкие. И непосредственно, когда у нас работает группа с отделом, естественно, ты принимаешь посильное участие и в раскрытии преступления, и оказываешь посильную помощь. Как близкие ваши относятся к тому, что вы занимаетесь таким делом? Ну, вы знаете, уже привыкли. Поначалу, наверное, да? Ну, конечно, поначалу, когда мама была в 6 вечера дома, и это как-то… А естественно, когда человек уже задерживается, а бывает и ночью приходит домой. Ну, уже привыкли, уже столько лет прошло, поэтому… Сегодня уже с пониманием. А вот интересно тоже, перекладываете ли вы свои такие профессиональные качества в жизнь, в личную, я имею в виду, в семейную, или как-то вы уходите, и вот работа остается для вас за дверью? Но мне кажется, почему-то, что в этой профессии это невозможно. И имея своих детей, естественно, ты уже перекладываешь отпечатки работы, они, естественно, и в семье, и дома, и на детях, и в компаниях, с друзьями, даже уже за пределами работы, все равно работа свой отпечаток накладывает. А бывали ли ситуации в жизни, когда действительно приходилось проявить стойкость, твердость характера? Ну, вы знаете, конечно, таких ситуаций, в принципе… Вы имеете в виду касаемо работы, да, на работе? Нет, я имею в виду вот вне работы какая-то ситуация, ну, вы, например, с подругами куда-то пошли, и применили профессиональные свои какие-то качества и знания, и помогли в чем-то кому-то, вне работы. А это всегда так происходит, потому что тут уже вольно-невольно, да, как бы, не то, что профдеформация, но, может быть, и профдеформация, кто-то может и к этому отнести. Но все равно любая ситуация, даже за пределами работы, почему-то все равно ощущаешь себя как на работе, если честно. И все равно, находясь даже в любой какой-то компании или в каком-то заведении, или в какие-то массовые мероприятия, да, когда идешь с ребенком, ты все равно пытаешься, если какая-то беда у человека или горе, ты все равно, получается, идешь на помощь. Тут уже вольно-невольно как-то вот прям уже само, понимаете, подойти, помочь, как-то проконсультировать, куда-то направить, то есть если там человек потерялся или не знает, где что там находится, или куда ему обратиться, там телефон потерял или там сумку, еще что-то, то есть понимаете, как бы, да, все равно ты не проходишь мимо этого. Естественно, также пресекаешь какие-то мелкие правонарушения, то есть в виде там распития, тут смотришь уже, достаю там что-то из сумочки, подошел, как говорится, предупредил. Ну, конечно, люди, видя, что к ним подходит девушка в гражданской одежде, конечно, они же не понимают там, что кто подошел, думают, что ну просто какой-то прохожий там с улицы подошел, да, как бы сделал замечание, вот больно ей надо вот свой нос сувать. Ну, а у меня уже, как видите, как уже рабочие такие моменты, то есть уже подходишь, предупреждаешь граждан, что может это быть тем и тем, да, также какие-то драки все равно пытаешься пресечь, предупредить людей, поэтому в таких ситуациях они ежедневно, в принципе, случаются. Просто масштабы бывают, что мелочи, а бывает что-то и покрупнее, да, какое-то происшествие. Ну, так что у вас. Интересно, вот вы сейчас как раз заговорили о том, что подходит девушка в гражданском, тем более. Прошло уже 10 лет, и, конечно, я понимаю, что сегодня вы профессионал, но когда вы только-только пришли, все равно профессия, это, не будем скрывать, скорее мужская, чем женская. Девушек меньше в этой сфере, да, работают. Да. А вот было ли какое-то к вам такое, ну, может быть, даже слегка скептическое отношение, что да, вот девушка не справится, еще в театральной собиралась наступать изначально? Ну, конечно, да, я думаю, что, в принципе, у любого начальника, и даже не скрою, что даже я, наверное, сейчас так же скептически отношусь к девушкам в этой службе, да, к некоторым, которые приходят. То есть, естественно, да, особых, как бы, надежд ты не возлагаешь. Считаешь, да, что, как бы, там, слабый пол, вдруг не справится, там, будет постоянно болеть или еще что-то. Ну, в принципе, у меня таких проблем не было, они не возникали, потому что я люблю свою работу. И, естественно, что даже работая с контингентом, с определенными, да, лицами, которые стоят на профучетах, все равно, ну, как бы, вот, вот, несмотря на то, что я девушка, да, такая вот вся улыбчивая, кажется, кажусь такой добренькой, но на самом деле я очень жесткий человек, и поэтому работая с таким определенным контингентом, да, как у нас профучет, там, ранее судимые лица, да, дебоширы семейные, естественно, я принимаю жесткость, поэтому они меня воспринимают серьезно. То есть сейчас вы уже не сталкиваетесь с таким непониманием, скорее вы уже проверяете на прочность, да, так сказать, своих более юных коллег. Ну, да, вы знаете, как бы с этим уже, как бы, я не сталкиваюсь, ну, потому что уже и знают меня люди, и привыкли ко мне, да, но первоначально такие моменты, конечно, они возникали, когда какое-то было такое отношение вроде как привзятое, но это же все зависит от человека, как ты себя покажешь, как ты себя проявишь. 11 участковых из Владивостока решили получить объективную оценку своей работы. Они стали участниками всероссийского конкурса «Народный участковый-2016». Первый этап отбора стартовал 11 сентября, и продлится он до 20 сентября. За это время жители краевой столицы должны выбрать лучшего. Потом он продолжит борьбу за звание на краевом уровне, а затем, возможно, и на всероссийском. Победителя каждого этапа конкурса будут определять большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, в полной мере отвечает званию участкового-уполномоченного полиции. Работа участковых ответственная. Они первыми приходят на помощь людям в трудную минуту. Занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Юлия – одна из участников конкурса. В профессии девушка уже 8 лет. За это время ей пришлось решить немало проблем, так как на ее участке 3,5 тысячи жителей. Когда люди приходят, естественно, ты работаешь с гражданами, ты им что-то там советуешь, как в рамках закона, так и по каким-то человеческим критериям, соображениям. Все равно пытаешься помочь, понять гражданам и, естественно, подсказать им что-то так, чтобы это было им не ущерб, не убыток. Поэтому очень много благодарных есть жильцов. Еще один участник конкурса – Павел Кравцов. Работают участковым три года, но уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, потому что профессия отдается полностью. Да, для этого я оставляю им свой как и личный телефон, так и служебный. И они могут мне звонить всегда, когда я на выходном, я также могу ответить на вопросы. Считаю, что все-таки я и в будни, в рабочие, и в выходные, я также должен все-таки помогать гражданам. Юлия и Павел в конкурсе «Народные участковые» принимают участие впервые, хотя проходит он уже в шестой раз. И за это время приморские участковые уже становились призерами. Задачей конкурса является оценка деятельности участковых полномоченных населением. Для нас это основная приоритетная оценка деятельности. В дальнейшем мы эту оценку будем использовать для совершенствования деятельности участковых полномоченных. Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте МВД по городу Владивостоку размещены анкеты участников. Поэтому, если есть желание поддержать своего участкового, смело ставьте ему лайк. А мы продолжаем наш разговор о работе участковой. Юлия, что входит в ваши обязанности? Понятно, что все мы приблизительно знаем, что такое профессия участковой. Но действительно приблизительно. Что конкретно? Можете нам перечислить? Вы знаете, обязанностей у нас много. Непосредственно, как и у любого сотрудника полиции. Есть какие-то просто определенные ответвления, то есть тонкости в своей работе. Ну, естественно, самым основным у нас является защита личности, общества и государства от противоправных посягательств. Также это у нас предупреждение и пресечение как преступлений, так и административных правонарушений. Это выявление и раскрытие преступлений. Также это административные производства по административным правонарушениям производства. Значит, это в основном, говоря обычно, чтобы было людям понятно, гражданам, непосредственно участковый, у него есть свой закрепленный административный участок, на котором необходимо проводить работу. В основном наша работа направлена на работу с гражданами, с нашими любимыми. То есть, не дай бог, что-то произошло, в первую очередь звонят именно вам? Ну, естественно, конечно. Каждый участковый должен знать, что у него происходит на административном участке, где что у него находится, где какие лица проживают, особенно которые состоят на профучетах. Поэтому, естественно, работа на земле – это основная работа. То есть, это непосредственно нужно осуществлять прием граждан три раза в неделю, один день из которой выходной. Это принимать сообщения и заявления граждан, которые необходимо будет регистрировать и рассматривать также, и уведомлять граждан о принятом решении. Непосредственно оказывать какую-то помощь, содействие граждан, которые обращаются к участковому или к любому, в принципе, сотруднику полиции. Естественно, это контроль за лицами, которые у нас состоят на профучетах разных категорий. Дебоширы, семейные те же самые, лица ранее судимые. Непосредственно также это контроль за гражданами, имеющими оружие, то есть за охотниками, контроль и проверка этой же категории лиц. В общем, ну и, естественно, самое главное – это профилактика. Профилактика преступлений, чтобы они не совершались. И профилактика – это те же самые беседы с этими лицами, которые у нас состоят на профучете, ранее судимые. Это несовершеннолетние, которые у нас тоже состоят на учетах с неблагополучных семей, как и родителей, так и детки. То есть самое главное – это проводить профилактические беседы. Профилактика – это очень важный такой момент. Большую роль играет. Да, большую роль играет в административном участке, потому что если хорошая профилактика, то от этого, естественно, будет совершаться у нас меньше и преступлений, и административных правонарушений. А как она происходит? Вы, например, различные инстанции, которые вынуждены и должны, обязаны заниматься профилактикой, например, безопасность на железной дороге, они приходят в школы, приходят в больницы, даже в детские, они только рассказывают каждый раз, каждый год, каждый месяц бывает. Как у вас это происходит? У нас, в принципе, работа особо ничем не отличается, потому что у нас же также на участках есть и детские учреждения, и школы те же самые, и колледжи, и институты. Естественно, мы также приходим и проводим массовые сборы детей, проводим также профилактику со студентами, с детьми. Непосредственно мы ходим, проверяем свой подучетный элемент, то есть тех же надзорщиков, тех же владельцев оружия. Непосредственно контакт у нас на квартирах происходит, то есть мы приходим по месту жительства и проводим профбеседы, проверяем данных граждан, как они живут, смотрим, есть ли у нас какие-то там нарушения, ненарушения, смотрим, как обстановка в семье, то есть способствует ли она дальнейшему совершению преступления, или благополучно вроде все живет и работает, то есть все нормально. Поэтому, естественно, это тоже такой главный момент, чтобы заранее как бы вот это все предотвратить, естественно, поэтому и нужна профилактика и, естественно, близкий контакт, чтобы мы приходили, проверяли, и уже в ходе проверок тоже многое можно выявить и посмотреть, то есть какая обстановка в семье, какие бытовые условия, из этого тоже уже можно сделать определенные выводы, то есть как человек живет, на что он способен, в принципе, да. То есть если мы приходим и видим, что у человека дома, как говорится, не крошки хлеба на столе нет, да, и какие-нибудь там условия такие, антисанитария полная, мы понимаем, что человек у нас безработный сидит, но состоит на учете, чем ему зарабатывать. Естественно, уже можно предположить, да, чем этот товарищ у нас начнет себе зарабатывать на хлеб, на тот же самый, потому что не работай, дома есть нечего и тому подобное. И уже, конечно, уже можно брать на контроль этого товарища, естественно, как бы уже с ним. То есть вы как-то пытаетесь этого человека, так сказать, наставить на путь истинный и контролировать его действия? Ну, конечно, конечно, да, естественно, конечно же, мы же и предупреждаем, и если видим, что какая-то проблема такая, да, тяжелая у человека, Естественно, пытаемся помочь, даже пытаемся какие-то, ну, уже на личных таких, как говорится, качествах, где-то что-то как-то трудоустроить, куда-то его послать, чтобы он пришел, обратился в какое-то учреждение, где там, возможно, советуем, на бирже труда туда же, чтобы они там ходили. То есть, как бы, мы, естественно, работаем, работаем и пытаемся наставить на путь истинных таких товарищей, естественно, пытаемся как-то вот помочь, помочь, чтобы человек, который осознал свои ошибки, уже вроде встал на путь исправления, естественно, и мы пытаемся ему дальше этот путь просветлять, чтобы он не пошел обратно по кривой дорожке, а уже, как говорится, шел в нормальную жизнь, с нормальными целями, намерениями. Ну, как мы уже поняли и понимали и до этого, но сегодня вы это подтверждаете, что работает по-настоящему серьезно и, конечно, сложное, хоть и любимое вами. Интересно, как вы отдыхаете, как вы пытаетесь, ну, избавиться от каких-то негативных эмоций, которые волей-неволей вы получаете в силу своей деятельности? Ну, вы знаете, у меня телефон всегда включен, поэтому граждане ко мне звонят даже, когда я на выходной. Не отдыхайте, да. Конечно, они могут и в 2 ночи позвонить, и в 4 утра, и в 12, то есть, как бы, это у них считается нормальным, вот, когда что-то случается, они звонят, сообщают, и причем даже сообщают о том, что абсолютно не относятся никак вообще к работе полиции, то есть, там, где-то штукатурка обвалилась, где-то потолок провис, еще что-то там у соседей, там, кошка мяукает. Ну, да, ведь звонят, так слово, не только в таких ситуациях. Да, да, то есть, как бы, здесь звонят не то, что какое-то преступление случилось или правонарушение административного характера, здесь звонят по любому поводу и советуются, особенно очень много вот из, вот именно на бытовой почве, да, какие-то такие моменты, вот, семейные пары, там, муж, жена, тоже звонят, советуются, спрашивают, как что-то лучше сделать, как вот так вот и вот так. Тогда перефразирую свой вопрос, откуда столько терпения у человека может быть? Что вас вдохновляет, я не знаю, понятно, что любовь к людям, вы уже об этом говорили, но все-таки должны быть какие-то катализаторы к постоянному действию. Ну, вы знаете, в свое время, наверное, меня еще любопытство привлекало, и, естественно, как-то мне все равно интересно, это какой-то тоже опыт приобретается, понимаете, это же не только мы вот людям какой-то опыт передаем, мы же и от людей этот опыт принимаем и смотрим, это все же тоже какой-то жизненный этап, который мы видим в ходе своей работы, да, работая с людьми. И как мимо нас же проходят жизни людей, их не судьбы, мы же живем и живем с этими же людьми, проживая практически так же ихнюю жизнь. Только мы у них как бы один участковый, а их у меня очень много. И есть такие семьи, которыми очень плотно и тесно общаешься, да, естественно, там. И поэтому, естественно, этих граждан знаешь, их жизнь, можно сказать, проходит на твоих глазах, ты проживаешь с ними их жизнь. Поэтому, естественно, как будто вот ты живешь, можно сказать, как не своей жизнью, а много жизней проживаешь вот за всю свою эту работу, да. Очень похоже, кстати, на актерскую профессию в чем-то. Все-таки есть общие моменты. Да, 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 есть такие общие. И по занятости, и по таким нюансам. Конечно, да, да. Ну, а отдыхаем, естественно, конечно, выезды на природу, это самое основное, что где можно отдохнуть у нас только на море, да на природе. Подпитку хорошую. Конечно, с семьей, да, выезжаем и отдыхаем, берем подпитку от природы. Мы с вами еще ни слова не сказали о конкурсе. Нужно отметить, что вы прошли на краевой этап, то есть первый этап был городской, онлайн-голосование, как мы говорили в начале программы. Ваши подопечные, телезрители, говорю, телезрители только проголосуют, люди, которые неравнодушны, да, проголосовали, и вы вышли на новый, на второй этап, и будет еще третий, всероссийский. Да. Наверное, конечно, странно задавать вопрос, почему вы решили принять участие, потому что вы, как никто другой, достойны победы в этом конкурсе, но все-таки, почему решили посоревноваться? Ну, вы знаете, я первый раз участвую в этом конкурсе, как бы, почему бы и нет, почему бы не попробовать. Что-то новое, правда? Ну, конечно, да, что-то новое. Что-то нужно было для этого дополнительно предоставлять для участия в конкурсе, или просто ваша кандидатура, ваш, так сказать, портфолио? Ну, да, конечно, определенные заслуги, определенные, значит, результаты работы, естественно, это все в анкетах указано участников, поэтому любой желающий может зайти на сайт и знакомиться, и проголосовать за любого участкового, который, как говорится, ему ближе к душе, или вообще, как бы просто, из-за симпатии, там, ну, каждый по-разному голосует, потому что они, не только же, я думаю, что могут голосовать именно с участка конкретного, да, где работает участковый. Есть же много людей, которые, допустим, также имеют право проголосовать на свое желание, на свое усмотрение. Поэтому сейчас вот будет у нас уже конкурс краевой, 7 октября начнется, и... Уже можно голосовать? Да, 7 октября также любой гражданин может также зайти на сайт и проголосовать. А расскажите нам, на какой сайт и как за вас проголосовать? Сайт, вы знаете, по-моему, 25 МВД РФ, да, это уже другой сайт, тогда был городской, а сейчас краевой будет. Телезрители увидят его на нашем экране, а у вас есть какой-то номер, да, или как-то вас по фамилии и имени можно найти? Ну, там, наверное, также будут анкеты участников, фотографии, полностью все данные, ну и можно голосовать. Я уверена, что за вас проголосуют и наши телезрители. У нас остается немного времени, у меня есть еще несколько вопросов. Я не знаю, может быть, это странный вопрос после всего, что вы рассказали о вашей любви к этой профессии, но все-таки ни разу не было момента, когда хотелось кардинально сменить сферу деятельности? Ну, вы знаете, нет, пока такого не возникало. Наверное, еще я не устала работать. Видать, еще пока есть порох в пороховнице, поэтому пока таких мыслей не было. Почему-то мне кажется, что вы не устанете, это действительно ваше призвание. И последний вопрос, наверное, три качества или два, в общем, сколько вы пожелаете, назовите, за что вы больше всего любите эту работу? Все-таки. Качество именно чего? Ну, опишите, за что просто вы любите вашу работу. А, работу? Да. Ну, люблю я, во-первых, за опыт, который она мне дает, как я уже и говорила. За опыт, который я получаю, работая с людьми, с гражданами. Ну, и второе, за трудности, потому что эти трудности, они меня закаляют, дают мне, опять же, тот же опыт. И благодаря тем трудностям, которые я преодолеваю, я двигаюсь дальше, я расту. Юля, спасибо вам большое за разговор. Благодаря людям, которые помогают преодолевать нам такие трудности, благодаря вам, в частности, вы спасаете действительно очень много людей, очень много различных ситуаций. Спасибо за то, что вы делаете. Я желаю вам победы. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли к нам. Голосуйте за Юлию. Это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом.